Дорогие коллеги, здравствуйте! Дорогие коллеги, здравствуйте! Спасибо, Андрей Владимирович! Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Ну, сегодня у меня будут три исследования, ну, наверное, как-то по-разному можно их воспринять в отношении того, насколько они значимы, но, наверное, это самые те, на которые стоило бы обратить внимание за последние две недели, скажем так. И хотел бы я начать с исследования наших канадских коллег. Обратил на него внимание, несмотря на то, что такие исследования уже были, но это исследование очень большое, включило в себя очень большую популяцию пациентов. Популяционное ретроспективное когортное исследование, которое было проведено в провинции Антарио, Канады, и целью которого было посмотреть, насколько у пациентов сохраняются факторы риска неблагоприятного исхода после эпизода инфекции кровотока. То есть до настоящего времени исследования инфекции кровотока, они были сосредоточены на краткосрочных результатах, то есть, как правило, конечными точками в данных исследованиях это были либо 30 дней, либо 90 дней. В данном исследовании авторы уже взяли период в течение года после того, как у пациента был получен положительный и отрицательный результат культурального исследования крови. Периоды они взяли с 2014 по 2021 год, и то есть это были все пациенты, у которых был взят образец крови для культурального исследования и которые выжили в течение последующих 30 дней. Если это так, они включались в данное исследование и уже отслеживались исходы в течение последующего года. Какие исходы включили здесь пациенты? Как мы видим, это не только основной исход, летальность по всем причинам, которые, как правило, фигурируют в таких исследованиях, но и что интересно, они взяли такие вот очень важные и фатальные, и тяжелые, скажем так, конечные точки. Это инсульт, инфаркт миокарда, это ухудшение сердечной недостаточности, хронической сердечной недостаточности, прежде всего на основании ее функционального класса. Это новое начало диализа, и это перевод учреждения длительного ухода. Вы посмотрите, то есть был включен практически 1 миллион пациентов с инфекциями кровотока, и у 99 тысяч, что составило 10,1% пациентов, как раз были выявлены инфекции кровотока. А вся популяция, то есть и положительные, и отрицательные результаты составила почти 1 миллион пациентов. Безусловно, как и ожидалось, все исходы оцениваемые чаще встречались у пациентов с инфекциями кровотока в сравнении, чем у пациентов, у которых был отрицательный результат культурального исследования крови. Мы видим, что летальность по всем причинам 17% в группе инфекции кровотока в сравнении с примерно 9,6% без, инсульт 1% в сравнении с 0,5%, инфаркт миокарда 1,1% в сравнении с 0,5%, ухудшение сердечной недостаточности по функциональному классу 2,7% в сравнении с 1,5%, новое начало диализа 1,7% в сравнении с 0,3% и перевод в учреждение длительного ухода 4,3% в сравнении с 1,5%. Скорректированное уже отношение рисков для именно атрибутивной летальности, то есть связанной непосредственно с инфекциями кровотока, составило 1,1%, что было статистически достоверным различием. Авторы применили здесь модель конкурирующих рисков Fine Gray, то есть это модель, которая используется в том числе, ну чаще всего, наверное, даже при анализе выживаемости, когда помимо какого-то одного оцениваемого фактора есть конкурирующие риски у пациента. То есть она основана на перераспределении функции риска, то есть простым языком она позволяет оценить вероятность каждого события, учитывая какие-то специфические характеристики, которые присущи конкретному пациенту. И что получилось? На основании этого отношения риска, посмотрите, самое высокое 3,42% для нового диализа, 1,87% для перевода в учреждение длительного ухода, 1,27% для инсульта, 1,18% для инфаркта миокарда и 1,05% для ухудшения течения хронической сердечной недостаточности. Такие результаты. Авторы говорят о том, что это большое наблюдательное исследование, тем не менее, самым характерной проблемой здесь является так называемое остаточное искажение, то есть искажение полученных результатов, которое вследствие действия все вмешившихся факторов, которое, в общем-то, остается после всех безуспешных попыток его скорректировать. Это важный момент для всех наблюдательных исследований, его не убрать. И на что здесь обращают внимание исследователи? То, что было включено достаточно большое количество пожилых пациентов и пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, поэтому достаточно трудно здесь сказать, даже с использованием модели конкурирующих рисков, насколько действительно именно сама инфекция кровотока здесь выступила причиной летального исхода, например, у этих пациентов. Дополнительным ограничением является возможность неверной оценки результатов самого культурального исследования крови, потому что мы понимаем, что это не идеальный подход для диагностики абсолютно точной инфекции кровотока. И мы прекрасно понимаем, что у пациентов с интермитирующим течением, пациентов, которые уже получают антибактериальную терапию, могут быть ложные отрицательные результаты, плюс на это могут влиять разные факторы, такой, как пипы, число флаконов, объем крови, который был взят у пациента, время инкубации, ну и так далее. Но среди возбудителей тех, которые в случае положительного результата культурального исследования крови лидировала кишечная палочка на составе почти 40%, золотистый стафилококк 21% и клепсилопневмонии примерно 11%. Второе исследование, где авторы из Швейцарии постарались определить и теологию различных инфекций, катетеросциированных инфекций в зависимости от типа катетера. То есть существующие вообще данные, они в большинстве своем сосредоточены на инфекциях кровотока, связанных с центральными венозными катетерами. Мы прекрасно знаем, что современные подходы к эпидемическому контролю позволяют их предупредить. У нас есть отечественные рекомендации, есть множество зарубежных рекомендаций. Но вот в отношении периферических венозных катетеров и других типов катетеров у нас, к сожалению, информации очень мало. Иногда они даже очень трудно поддаются учету для того, чтобы понять, насколько часто возникают эти инфекции. Авторы поставили целью сравнить и теологию катетеросциированных инфекций кровотока для различных типов центральных и периферических катетеров. Они перспективно собрали дарные в сети клиник Швейцарии за период с 2016 по 2022 год и включили в себя следующий тип катетеров. Это краткосрочные нетуннелированные катетеры, краткосрочные, то есть катетеры, которые установлены в течение менее чем 30 дней. Долгосрочные катетеры, соответственно, более 30 дней – это уже туннелированные или периферически имплантируемые центральные венозные катетеры. Артериальные катетеры, диализные катетеры и периферические венозные катетеры. И здесь все оценивали возбудители, они разделили на две группы. Либо это золотистый стафилококк, либо это грамм-отрицательные возбудители. И посмотрели, как это будет зависеть от того типа катетера, который есть у пациента. Что было получено? 416 эпизодов катетер-ассоциированных инфекций кровотока, 60 эпизодов оказались вызваны золотистым стафилококком, 92 эпизода были вызваны грамм-отрицательными бактериями. Кто оказался по частоте среди грамм-отрицательных бактерий наиболее часто? Это синегнойная палочка, на втором месте это клепсила пневмония, на третьем это сирация, и затем клепсила окситока, и затем уже последняя группа, это другие. Ну вот в статье, к сожалению, не расшифровывается, что еще. Помимо этого встречалось определенное число пациентов с катетер-ассоциированной кандидемией. Безусловно, был получен результат, что микрологический профиль различается в зависимости от типа катетера. На периферические венозные катетеры и диализные катетеры в совокупности в 72% случаев пришлись все случаи, вызванные золотистым стафилококком. После поправки на возраст, пол и, что, наверное, очень важно, гематологический, онкологический профиль, вероятность инфекции, вызванной золотистым стафилококком, была самой высокой для диализных катетеров. Вот, смотрите, отношение риска в 17,3% и периферических венозных катетеров отношение риска 2,96% в сравнении с краткосрочными, нетанулированными центральными венозными катетерами. Шансы для граммоотрицательных бактерий оказались выше при использовании долгосрочных катетеров в сравнении с краткосрочными, нетанулированными катетерами. Здесь отношение рисков составило 2,7. Ну, для чего, помимо того, что у нас есть эти данные, тип катетера, конечно, авторы говорят о том, потенциально надо учитывать при выборе эмпирической антимикробной терапии у пациентов, у которых диагностирована инфекция кровотока с тем или иным типом катетеров. И третье исследование, оно, наверное, больше, да, конечно, безусловно, клиника фармакологическая, оно касается колестина, а точнее колестимитата натрия, то есть внутривенные лекарственные формы колестина, которые используются, безусловно, в отделениях реанимации интенсивной терапии, но текущие данные, к сожалению, говорят о том, что в отношении пациентов, которые находятся на постоянной заместительной почечной терапии, у нас данных из реальной практики катастрофически мало. И поэтому я обратил внимание на это исследование, но буквально кратко, то есть цель это описать профиль фармакинетики, фармакодинамики колестина у тяжелых пациентов с инфекциями, вызванных корбопенеморезистентными бактериями, пациентам, которым проводилась постоянно заместительная почечная терапия. Последовательные пациенты в трех отделениях реанимации интенсивной терапии в Италии, которые получали колестим в течение более чем 48 часов в дозе, которая была рекомендована на основании международных консенсусных рекомендаций. Мы про них, насколько я помню, говорили. Документ вышел в 2019 году, там несколько обществ, в том числе Европейское общество по клинической микробиологии и инфекционным болезням, Американское общество по инфекционным болезням принимало участие в составлении документа. И в этих дозировках, в общем-то, использовался колестиментат натрия. В течение 7 дней после 7 дней собирались серийные образцы на протяжении 24 часов. Были включены 20 пациентов, все с вентилятором ассоциированной пневмонией, которая была вызвана корбопенеморезистентными изолятами ацинетобактербаумании. Средние баллы по шкале САПС-2 и СОФА составили 41 и 9 соответственно. 15 пациентов, к сожалению, скончались во время пребывания в отделении реанимации интенсивной терапии, у 6 восстановилась функция почек. Медиана пиковой базальной концентрации составила 16,6 мкг на миллилитр и 3,9 мкг на миллилитр соответственно. Очень важные показатели, то есть это площадь под фармакокинетической кривой от 0 до 24 часов, то есть период между введениями, да, и усредненная равновесная концентрация в плазме составили здесь 193,9 мкг на миллилитр для первого показателя и 8,07 мкг на миллилитр для второго показателя. Ну и как финализировано, это вероятность достижения целевых фармакодинамических показателей для колистеметата натрия, то есть это отношение площади под фармакинетической кривой для свободной фракции препарата в период от 0 до 24 часов к МПК 12 или более составило 100% в том случае, если у нас МПК 2 или менее микрограмм на миллилитр и 85% в том случае, если у нас МПК было 4 мкг на миллилитр. Но на что обратили внимание исследователи, это то, что у нас было превышение порога токсичности на основании показателя усредненной равновесной концентрации в плазме. Ну, что говорят исследователи, да, что на это, конечно, стоит обратить внимание, я имею в виду последний момент, но авторы оценивали только уровень общего колестина. Данные в отношении несвязанной фракции были взяты из литературы. Кроме того, почти все пациенты получали еще, помимо внутривенного колестина, колестин через небулазер, потому что это все-таки вентилятор ассоциированной пневмонии, и здесь часть пациентов получала, и оценить абсорбированную фракцию которого колестиметата натрия, ну, не представлялось возможным, да. В-третьих, авторы не оценивали потенциальную нервотоксичность, то есть помимо нефротоксичности у нас еще, конечно, есть и нейротоксичность, потому что многие пациенты находились под глубокой седацией, в том числе некоторые и под действием меры диролоксанта. Авторы также не собирали образцы объема ультрафильтрата, а также образцы крови до и после фильтрации, что было бы полезно для оценки общего клиренса колестина при использовании определенной мембраны, которая использовалась именно вот при заместительной почечной терапии, конкретно у этих пациентов в данном исследовании. Ну и в целом авторы говорят, что несмотря на эти ограничения, это было самое большое на сегодняшний день исследование, в котором изучалась фармакинетика и фармакодинамика колестиметата натрия у пациентов именно на постоянной заместительной почечной терапии, ну, а также перспективная оценка рекомендуемой дозы колестиметата натрия, то есть примерно 13,5 миллионов международных единиц в сутки у пациентов, которые находятся в критическом состоянии в соответствии с текущими рекомендациями. FDA сообщила о том, что одобрена вакцина под названием Flumis, точнее, наверное, не одобрена, она получила разрешение, первая вакцина для гриппа, вот, честно говоря, не знаю среди всех вакцин, так ли это, для введения которой теперь не требуется помощь медицинского работника. То есть здесь на усмотрение самого пациента, но в зависимости от того, пройдут ли они, скажем так, скрининг и оценку соответствий, что будет делаться, ну, в частности, например, в аптечных, в аптечной сети, для того, чтобы использовать это самостоятельно. И это касается лиц в возрасте старше 17 лет. То есть в возрасте от 2 до 17 лет, где эта вакцина также одобрена, все-таки потребуется либо участие медицинского работника, либо сопровождающего лица, ну, называю лицо, осуществляющее ему ход, для введения данной вакцины. Ну, она одобрена для профилактики гриппа, вызванного вирусами ИА и Б, у лиц в возрасте от 2 до 49 лет, распыляется в полость сноса, объем там, по-моему, 0,2 мл всего лишь, да, и уже на течение недостаточного числа лет она показала свою эффективность и безопасность. Ну, и в документе говорится о том, что, если вот прям дословно, да, для тех, кто заинтересован в самостоятельном введении вакцины или введении вакцины лицом осуществляющих уход, производитель вакцины планирует предоставлять ее через сторонние онлайн-аптеки. Те, кто выберет этот вариант, пройдут скрининг и оценку к соответствию требованиям при заказе вакцины FUMIS. Ну, что конкретно будет вот в самом скрининге, оценки соответствия, к сожалению, не указано, но так предположить, наверное, можно. Несколько обзоров сегодня, ну, уж коль скоро мы говорим про проблемные возбудители, и стоит обратить внимание на обзор в журнале Lancet Microbe, ну, в общем-то, потому что в данном журнале всегда достаточно интересные, объемные статьи, если мы обычно говорим про то, что какие-то обзоры говорят именно про антибактериальные препараты, здесь, несмотря на то, что это называется кратким обзором, представлены не только антибактериальные препараты нового поколения, но речь идет также про человеческие моноклональные антитела, антимикробные пептиды, бактериофаги и генную терапию. Тот обзор, который я выкладывал в телеграм-канале Antimicrobe News, первый автор здесь Матео Бассетти, он касается новых препаратов, находящихся именно в стадии разработки для терапии резистентных граммоотрицательных бактерий. Здесь Астрианам Ави Бактам, Астрианам Наку Бактам, Цифи Пим, целый ряд его соединений с ингибиторами Дурла Бактам, Суль Бактам, Имепинем Целостатин Фуна Бактам и Теби Пинем. И еще один из того же журнала, журнала Expert Review of Anti-Infective Serapy, здесь уже речь идет про коробопинем-резистентные инфекции у пациентов онкогематологического профиля. И здесь рассматриваются не только препараты, которые находятся в стадии разработки, зарегистрированы, но и классические, то есть какова ситуация именно с возможностью использования классических препаратов именно у пациентов в онкогематологии. Ну и рекомендации ВОЗ, которые появились как-то неожиданно, хотя документ датируется 18 сентября, но я уверен, что 18 сентября его не было, он был опубликован чуть позже, ну достаточно узко тематически, но думаю, может быть, это будет кому-то интересно. Это касается профилактики и предупреждения инфекции, вызванной стрептококковой группы B у новорожденных. По сути, здесь одна рекомендация и документ, несмотря на то, что занимает почти 100 страниц, он в большей степени, конечно, здесь рассказывает о том, откуда взялась эта рекомендация, то есть какие были обсуждения, каких моментов, ну и для этой рекомендации есть, безусловно, несколько подпунктов, которые обсуждаются, ну и большая часть документа посвящена имплементации, то есть как использовать вот эти вот конкретные предложенные рекомендации, но она, по сути, говорит о том, что скрининг беременных женщин для интернатальной антибиотико-профилактики рекомендуется для предупреждения раннего начала заболевания у новорожденных, вызванных стрептококками группы B. Предлагается или универсальное антинатальное тестирование на колонизацию стрептококов группы B, и затем интернатальная антибиотико-профилактика у женщин с положительным результатом, этот называемый универсальный скрининг, или второй вариант, это интернатальная и оценка факторов риска, и антибиотико-профилактика у женщин, подверженных риску рождения новорожденного с ранним началом заболевания, вызвана стрептококком группы B, так называемый подход, основанный на оценке риска. Данные рекомендации, как и все рекомендации ВОЗ, они находятся на сайте, всемирная анализация здравоохранения, в свободном доступе, я оставляю здесь QR-код, ну а, в общем-то, этот документ и все остальные, как обычно, в ближайшее время появятся на телеграм-канале, антимикроб, мне спасибо. Спасибо большое, Александр Валерьевич. Думаю, что всем будет что почитать в полнотексте, после того, как вы еще раз посмотрите на новости в соответствующем телеграм-канале. Коллеги, ну что, давайте теперь перейдем к основной повестке нашего дня. К сожалению, Марина Владимировна у нас вот в очном формате не сможет подключиться, но любезно предоставила запись своего выступления, которая касается, как я уже говорил, особенностей схемы антибактериальной терапии при серьезных инфекциях. Так, позвольте мне запустить ее доклад. Уважаемые коллеги, вопросы антибиотикорезистентности являются одними важнейших на сегодняшний день фармакотерапии практически всех жизнеспасающих ситуаций. И сегодня мы хотели бы обсудить особенности применения антибактериальной терапии при тяжелой полирезистентной инфекции. Что необходимо отметить? Действительно, вопросы чувствительности антибиотиков к тем или иным микроорганизмам являются важнейшей составляющей рациональной фармакотерапии. И угроза всему человечеству развития панрезистентных штаммов, не чувствительных ни к одному из действующих и существующих антибактериальных препаратов, это реальная угроза. Журнал Lancet недавно опубликовал систематический обзор, где прогнозируется крайне негативная и сложная ситуация, где, возможно, из-за вот такой панрезистентности к антибиотикам может привести к летальным исходам у более чем 39 миллионов человек. И поэтому поиск, а самое главное рациональное применение тех антибактериальных препаратов, которые есть в нашем арсенале, это важнейшая и жизнеспасающая терапия, которую мы хотели бы сегодня обсудить. И один из препаратов резерва, как мы его считаем, является препарат колистиметат натрия. Если мы посмотрим с вами на спектр действия колистиметата, то мы увидим, что он достаточно широк. И очень важно, что пороговое значение минимальной подавляющей концентрации составляет менее 4 миллиграмм на литр, что является важным для идентификации бактерий, которые чувствительны к данному препарату. Посмотрите, какой широкий спектр действия препарата. Это чувствительные бактерии. И хотели бы обратить внимание на то, что это грамм отрицательной бактерии, составляющие важнейшие с точки зрения рационального применения антибактериальных препаратов направления и знаменитая своей полирезистентностью, быстро возникающей резистентностью группа Escape, куда входит оцинетобактер, гемофильная палочка, клепсиела, синегнойная палочка, эшерихиоколи, сальмонелла, шигелла, энтеробактерии. Кроме того, это бактерии с приобретенной резистентностью, тоже крайне важная группа, стенотропомонос, мальтофилия, вибрио, и группа резистентных бактерий, куда входит протеус, сирация, маганелла, миссерия. Таким образом, мы видим очень широкий спектр действия и хотели бы обсудить особенности применения колистемитата натопа. У нас есть онлайн-платформа, которая дает возможность нам анализировать данные, резистентные базы данных и резистентность к антибактериальным препаратам различных микроорганизмов именно в Российской Федерации. И она содержит набор инструментов по чувствительности и распространенности, резистентности, а также основных генетических детерминат устойчивости к антибактериальным препаратам. И на данном слайде мы можем с вами видеть наличие активности в отношении нозокамиальных инфекций, то есть госпитальных инфекций, вызванных полирезистентными возбудителями ацинетобактера. Это один из грамм негативных, грамм отрицательных микроорганизмов, который крайне сложен в подборе фармакотерапии. Здесь представлены очень большие массивы данных. 1997-2020 год. Вот это диапазон исследований. 44 участника города на территории Российской Федерации, практически срез всей страны. Более 4200 изоляторов. И что мы с вами можем увидеть? Чувствительность к ацинетобактеру составляет 98,75%. Очень хороший результат. Дальше на основании AMR-MEP мы можем увидеть, что также колестиметат натрия обладает одной из самых высокой антимикробной активности в отношении еще одного полирезистентного возбудителя клипсила пневмония. Здесь тот же горизонт исследований. 1997 год, 2020. Города-участники 41. Уже более 6100 изоляторов. И видите, посмотрите, какая высокая чувствительность. 91,95%. Это очень хороший, обнадеживающий результат. И следующий анализ следующей ситуации и также назокомиальная инфекция, которая вызвана полирезистентным возбудителем синигнойной палочкой. 97,84% чувствительных штаммов. Здесь также очень впечатляющий анализ. Те же даты 1997-2020 год. 48 городов-участников и более 5237 изоляток. То есть это еще раз говорит о том, что действительно это препарат, который обладает высокой чувствительностью в отношении самых сложных возбудителей нозокомиальных инфекций. Между тем, посмотрите, насколько явные преимущества колестина, например, при анализе частоты устойчивости к наиболее эффективным антибактериальным препаратам, которые мы применяем для купирования нозокомиальных инфекций, вызванных псевдомоносаурогеноза. И если у колестина частота устойчивости уже мы можем отметить на самом минимальном уровне 5,6%, то другие препараты, которые также мы считаем препаратами резервной группы, имеют достаточно высокую и самое главное с нарастающим темпом устойчивость. Посмотрите, группа карбопенемов. Меропенем и непенем 52-58%, пипероцелин тазобоктан 62%, цепталозан тазобоктан 43%, острианам 40,4%, цептозидим авибоктан 41,1%. То есть действительно при возможности использовать преимущества препарата, о котором мы сегодня говорим, абсолютно очевидны. Ну и хотелось бы несколько слов сказать о том, насколько широка актуальна проблема нозокомиальных инфекций в нашей стране. Необходимо отметить, что действительно проблема нозокомиальных инфекций носит подчас очень сложный эпидемиологический характер. Если мы будем оценивать заболеваемость в России, то можем отметить, что количество нозокомиальных инфекций, госпитальных инфекций в Российской Федерации по экспертной оценке, которая в том числе приведена в открытых печатных источниках, составляет около 2,3 миллиона случаев в год. При этом распространенность полирезистентных возбудителей при таком наличии нозокомиальной инфекции равняется почти 50%, то есть составляет около 1 миллиона случаев в год. Что же для нас, почему такую особенность нозокомиальной инфекции представляют себя в плане подбора, выбора пармакотерапии, антибактериальной терапии? Да потому что мы знаем, что действительно пациенты с нозокомиальной инфекцией имеют самую высокую летальность, например, 16,5% по сравнению с тремя, и очень длительное пребывание, длительность госпитализации, то есть имеют очень большой такой фармако, не отрицательный фармакоэкономический профиль 24,6% по сравнению с 16,2% койко днями. То есть это нагрузка на бюджет, это сложный прогноз, так скажем, заболевания, высокая летальность, и в то же время это очень сложная с точки зрения выбора фармакотерапии, антимикробных препаратов, стратегия ведения таких пациентов. То есть это наиболее сложные пациенты. Если мы посмотрим с вами по частоте нозакомиальных инфекций в отделениях реанимации, интенсивной терапии, длительность, госпитализация, летальность, то здесь картина наглядная, к сожалению, она крайне тревожна. Например, частота нозакомиальных инфекций варит. Если мы видим с вами внебольничные и нозакомиальные инфекции составляют 26%. При этом в дни госпитализации, как мы отметили, внебольничные инфекции 16,2%, нозакомиальные 24,6%. А посмотрите, какая разница в прогнозе и течении заболевания. Летальность внебольничная 3%, нозакомиальные 17%, практически каждый 5-й пациент. То есть это действительно самые сложные, самые тяжелые случаи с очень негативным прогнозом и с большой нагрузкой на всю систему здравоохранения. Но между тем мы можем увидеть с вами, что действительно препарат, о котором мы сегодня более подробно говорим, это колистиметат натрия, имеет доказанную, выраженную эффективность в отношении грамм негативных возбудителей с множественной лекарственной устойчивостью. Это оценетобактер, это синегнойная палочка, это крипсиэлоп негмония, это сцена трофомонос мальтофилия. То есть это наиболее сложные грамм отрицательные возбудители, которые обладают множественной лекарственной устойчивостью. И в частности здесь приведены те нозологические формы, которые наиболее сложные в плане выбора антимикробной терапии. Это, конечно, вентилятор ассоциированная пневмония, нозокомиальная пневмония, инфекции мочевыводящих путей, интраабдоминальные инфекции, бактериемии или сепсис на фоне различных хирургических инфекций, это менингиты, инфекции протезированных суставов и инфекции, развивающиеся при диабетической стопе. И если мы увидим с вами, то вот такой патогенез МДР, множественная лекарственная устойчивость и для вот этого грамм негативного класса, опять же, группы эскейп, практически возбудителей, является наиболее таким очевидным, наиболее доказательным в плане эффективности. И очень важно, что, безусловно, преодолеть такую лекарственную устойчивость, а это микроорганизмы с широкой множественной лекарственной устойчивостью, крайне сложно в виде только монотерапии. Поэтому очень важно понимать, какие комбинации с другими классами и группами антибиотиков уже на сегодняшний день имеют статистически доказанную максимальную эффективность. И вот была проведена большая работа по оценке комбинации антибактериальных препаратов, в частности колестина с тигициклином и дорепинемом против оцинета бактера в умане с широкой и множественной лекарственной устойчивостью. И мы увидим с вами, что максимальный такой синергичный синергизм эффекта был при сочетании колестиметата с другим классом из приведенных здесь лекарственных препаратов. В частности колестиметат натрия плюс дорепинем и колестиметат натрия плюс тигициклин. И мы видим с вами, что здесь наиболее такая эффективная фарматотерапия, которая дает нам возможности право говорить о синергизме, то есть усилении действия друг друга таких антибактериальных препаратов, которые приведены на данном слайде. Очень важный вопрос это действительно сочетание групп резерва антибактериальной терапии, к которым безусловно одним из ведущих классов относится к класс бета-локтамов карбопенены и также была проведена большая работа, в частности проспективное сравнительное исследование, которое было проведено в Тайване в 2010-2013 годах, где препараты изучались у пациентов с бактериемией и была определена чувствительность только к колистину и тигициклину у пациентов с обнаруженным оцинетобактер баумани. 29 пациентов получали колистин плюс тигициклин и почти столько же 26 пациентов получали колистин в сочетании с карбопенемом. Что же оказалось, что 14-дневная летальность в группе пациентов, которые имели сочетание колистин метат натрия плюс карбопенем равнялось 15%. Напомню, что это крайне сложная, крайне тяжелая, прогностически неблагоприятная группа пациентов. Причем с множественной лекарственной устойчивостью ко всем основным ведущим классам препаратов. А вот сочетание колистин метата с тигициклином дают 35%. Внутригоспитальная летальность была 50% против 69% соответственно в этих двух комбинациях. Таким образом, исследование показало, что риск неблагоприятного исхода в группе пациентов с бактериями на фоне ацинетобактера и МПК возбудителя к тигициклину выше при терапии тигициклин плюс колистин метат по сравнению с терапией колистин метат плюс карб и пенем. И мы видим, что это в 6,9 раза. Это еще раз говорит о том, что действительно есть оптимальные сочетания лекарственных препаратов даже при по сути отсутствии чувствительности микроорганизма, то есть при множественной лекарственной устойчивости микроорганизма. На примере одного из сложнейших с точки зрения микробиологии микроорганизмов это ацинетобактер баумани. Синергический эффект колистилитата натрия с карбопинемами был продемонстрирован и было показано, что сочетание одновременно такое комбинированное назначение этих двух ведущих препаратов из групп резерва позволяет снизить минимальную подавляющую концентрацию обоих антибактериальных препаратов. И вот также было проведено исследование, которое изучило в том числе 12 клинических изолятов карбопинем резистент и ацинетобактер баумани, которые представлены нам и было показано, что имеется быстроверно выраженная синергизм при сочетании колистилитата натрия с карбопинемом в отношении всех исследованных изолятов и было показано, что в 4-8 раз уменьшается МПК для каждого антибиотика по сравнению с таким же применением их в монотерапии. То есть сочетание этих препаратов продемонстрировало выраженный фармакодинамический, микробиологический и клинический эффект. Это очень важные данные для нас, поскольку они еще раз показывают нам резервные пути преодоления такой множественной лекарственной устойчивости. Очень важно, что полимексины плюс карбопинемы это также синергический эффект у наиболее сложных комбинаций наиболее сложных и проблемных возбудителей. Как правило, конечно, это все грамм отрицательные. Также было изучено и продемонстрировано, что комбинированная терапия полимексинов с карбопинемом дают синергизм в большом проценте случаев при оцене гетобактер болмани клепсиэла пневмония псевдомона саурогеноза и при этом развитие резистентности не нарастает, а даже снижается, поскольку это дает нам возможность сохранить эффективность и чистоту для дальнейшего применения таких комбинаций полимексинов с карбопинемом. Очень разительные такие статистические данные, которые еще раз говорят о том, что синергизм препаратов группы полимексина и карбопинема при комбинированной терапии имеет высокий уровень доказательности. Кроме того, хотелось бы отметить, что комбинации, которые связаны с назначением колистемитата натрия с другими классами и группами препаратов антибактериального ряда обеспечивают очень высокую выживаемость в частности была изучена четырех четырнадцатидневная то есть двухнедельная выживаемость и показывают достоверную клиническую эффективность. Было проведено исследование, которое включало в себя сравнение в сочетании колестина с карбопинемом, колестина с сульбактаном и колестина в монотерапии в сочетании с другими антибактериальными препаратами у пациентов сложной категории инфекции кровотока вызываемых сверхустойчивыми штаммами ацинетабактер болмани. И вот если мы посмотрим с вами клинический результат и полный ответ или излечение это вот такие розовые на диаграмме столбики и четырнадцатидневная выживаемость на различных режимах дозирования и сочетания лекарственных препаратов то увидим что данные которые показали ретроспективное обсервационное многоцентровое исследование а это 27 центров и период наблюдения с 2009 по 2012 год инфекции кровотока которая вызвана сверхустойчивой бактерией ацинетабактером болмани более 250 пациентов получали колистеметат в сочетании с карбопенемом с сульбоктаном и в монотерапии в виде колистеметата натрия и мы видим с вами что безусловно выживаемость на в том числе сочетании колистеметата с карбопенемом самая высокая чуть ниже с колистеметатом с сульбоктаном и несколько Отстает, конечно, по выживаемости монотерапии колистиметата натрия. Но напомним еще раз, что это действительно суперустойчивые штаммы цинетобактер балмани. То есть, по сути, они не дают чувствительность ни к одному монокомпонентным применению, ни к одному антибактериальному препарату. Все-таки колистиметат натрия проявил 55,5%, дал возможность оценить 14-дневную выживаемость. Но, безусловно, он не превзошел результаты комбинированной сочетанной терапии с синергизмом действия карбопинемов и сульбоктама. Если мы с вами посмотрим на клинические рекомендации, на программу СКАД, стратегию контроля антимикробной терапии, то, конечно, для нас крайне важно место ранжирования колистиметата натрия в ряду других антибактериальных препаратов, для того, чтобы мы могли оценить возможность применения его при стратификации пациента. Очень важно, что в методических рекомендациях, которые утверждены российской общественной организацией Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, межрегиональной общественной организацией МАКМАХ, диагностика антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными штаммами микроорганизмов, она обновленная в 2022 году, программой СКАД, которая также определяет мнение ведущих ученых, ведущих общественных организаций, рекомендуется применение колистиметата натрия при жизнеугрожающих инфекциях, в частности определен и режим дозирования, это 9 миллионов единиц в сутки внутривенно на 2-3 введения. Кроме того, отмечено, что при жизнеугрожающих инфекциях нагрузочная доза может составлять 9 миллионов единиц, а затем суточная доза 9, также миллионов единиц в сутки, вводится в 2-3 введения внутривенно. Кроме того, можно определять и поддерживать уровень и целевую концентрацию колестина в плазме крови, и она оценивается в 2 миллиграмма на литр, которая может корректироваться в соответствии с клиренсом криотинина. Что необходимо отметить? Что в инструкции по медицинскому применению общей характеристики лекарственного препарата описаны особенности в приготовлении раствора для введения колистеметата натрия, и они связаны с определенными требованиями к асептике. В настоящее время в Российской Федерации зарегистрирован препарат колистеметата натрия, которая имеет дозировку 1,2 миллиона единиц. Очень важно, что колистеметат натрия очень быстро подвергается гидролизу в водном растворе до колестина, и поэтому приготовление раствора для инъекций следует выполнять в строго асептических условиях. Поэтому для достижения рекомендованной суточной дозы в 9 миллионов единиц необходимо в строго асептических условиях приготовить, но очень большое, достаточно большое количество флаконов, до 12 флаконов препарата, что безусловно требует очень строго определенной и в соблюдении всех требований процедуры. Однако необходимо отметить, что в 2024 году в регистрации находится новый препарат колистеметат натрия, в котором режим дозирования будет несколько изменен каждого флакона, и каждый флакон будет содержать колистеметата натрия 4,5 миллиона единиц, что соответствует 150 миллиграмм колестина основания. Что это для нас означает для практического здравоохранения? Это говорит о том, что учитывая вот такую особенность приготовления раствора для введения, строгие ограничения, связанные с требованиями в асептике, мы, конечно, понимаем, что это инвазивные процедуры, которые необходимо соблюдать в строго асептических условиях, но новая дозировка поможет оптимизировать терапию и минимизировать вот эти риски, которые связаны непосредственно с асептическим процессом приготовления самого препарата. И, в общем-то, новая дозировка оптимизирует терапию, приводит её максимально к международным и российским рекомендациям. Таким образом, новая дозировка препарата колистеметат натрия 9 миллионов единиц в сутки делится на два введения по 4,5 миллиона единиц. А при жизни угрожающих инфекциях, мы уже говорили, нагрузочная доза составляет 9 миллионов единиц, а затем она может в последующие дни быть введена в два введения. Таким образом, для достижения рекомендованной суточной дозы не будет необходимости вводить 12 флаконов препарата, а будет зарегистрирован новый препарат колистеметат натрия, где каждый флакон будет содержать 4,5 миллиона единиц, что соответствует 150 миллиграммам колестина основания. Почему такое значение уделялось этому вопросу и почему необходимость такой дозировки по 4,5 миллиона единиц была крайне необходима? Поскольку действительно, чем выше сама процедура риска развития нозокомиальных инфекций, связанных с приготовлением препарата, то безусловный риск самих нозокомиальных инфекций значительно повышается при любых инвазивных манипуляциях, которые в том числе при введении препарата сопровождаются повреждением кожи. И чем дольше и чаще проводятся эти инвазивные манипуляции, тем возрастает больше риск нозокомиальных инфекций. Кроме того, этот риск нозокомиальных инфекций возрастает, если имеются хотя бы небольшие нарушения правила асептики. И было показано, что частота заражения флакона для одноразового применения может составлять до 4,85% даже при соблюдении всех правил. Поэтому уменьшение числа этапов действий, которые связаны с правильной отработкой и введением препарата, конечно, снижает риск вот этих явлений. Поэтому дозировка по 4,5 млн единиц позволяет соблюсти правила асептики в процессе приготовления раствора для введения и всего 2 флакона в сутки вместо 10-12 при дозировке 1-2 млн единиц. Поэтому это уже наглядно, понятно и действительно. Это и снижение нагрузки на медицинские персоналы. Самое главное – минимизация тех погрешностей, которые в том числе могут усугублять течение пациентов с нозокомиальной инфекцией. Ну и хотелось бы отметить, что действительно колистин-150АФ и полимексин – это препараты, которые имеют ряд по профилю и по возможностям таких схожих спектров. Однако по эффективности, расчету дозировки и фармакокинетическим показателям и способам приготовления они имеют определенные различия. В частности, колистин-150АФ более эффективен за счет высокой концентрации в моче. Она в 20-40 раз превышает таковые в сыворотке крови по сравнению с полимексином, который менее эффективен. При расчете дозировки она более четкая, более понятная. Не надо рассчитывать на килограмм массы тела. В отличие от полимексина-Б, который предполагается рассчитывать на массу тела. Особенности фармакокинетики. Низкая связь с белками, плазмой крови 10%. Еще раз говорит о том, что у пациентов с гипоальбуминомией по различным причинам, в том числе при наличии системных воспалений и сепсиса, не будет влиять на концентрацию препарата. А препарат полимексин-Б имеется с белками 50%, что дает возможность нам, рассчитывая режимы дозирования, также обсуждать вопросы фармакокинетики, связанные с белком плазмы крови. Ну и способ приготовления. Мы говорили уже в том числе, что это и пациенты с сахарным диабетом, что всегда крайне важно. Для колестина 150АФ 0,9% раствор натрия хлорида в 50 мл раствора. Для полимексина-Б декстроза 50%, 300-500 мл раствора. То есть есть определенные особенности, которые дают возможность нам индивидуализировать подход, безусловно, с учетом микробиологического профиля, микробиологической специфичности того или иного нозокомиального процесса у данного пациента. И мы хотели бы отметить, что кроме того, очень широко представлен препарат в федеральных клинических рекомендациях по урологии. Это антимикробная терапия и профилактика инфекций почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов. 2022 год. Это самые свежие, самые современные рекомендации. Колистимитат натрия включен в схемы эмпирической терапии, госпитального сепсиса и септического шока, острого осложненного пилонефрита тяжелого течения с госпитализацией, риск БЛРС, множественной лекарственной устойчивости, отсутствие эффекта от проводимой терапии, в том числе в составе комбинированной терапии. И как препарат второй линии, это тяжелое течение инфекции, в частности при отсутствии эффекта от стартовой терапии. То есть все это рекомендательно уже определено и необходимо выполнять, и в том числе это будет возможность преодолеть множественную лекарственную резистентность при таких сложных клинических формах заболевания. Кроме того, методические рекомендации диагностика антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными штаммами микроорганизмов, также обновление 2022 год. Здесь прописана схема антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными возбудителями. Это оценетобактер, псевдомоносаурогеноза, клепсиелы, шерихиоколиэнтеробактер и колистиметат натрия, рекомендован уже в качестве базовой терапии для лечения этих инфекций. Это российский сепсис-форум, и, конечно, это крайне важно, что препарат вошло в эти клинические рекомендации. Подводя итог нашему такому широкому обсуждению препарата, хотелось бы отметить, что препарат колистин-150АФ – это действительно препарат резерва, и он является основой для комбинированной антибактериальной терапии инфекций, которые вызваны полирезистентными граммоотрицательными штаммами бактерий. Очень важно, что скоро мы сможем применять в реальной клинической практике новую дозировку препарата, которая поможет оптимизировать терапию и привести её в соответствие с международными и российскими рекомендациями. Колистин метат натрия 9 миллионов единиц в сутки на 2 введения или нагрузочная доза 9 миллионов, а затем также двукратное введение суточной дозы 9 миллионов единиц. Необходимо отметить, что дозировка 4,5 миллиона единиц позволяет соблюсти правила асептики, снизить риск ошибок и назакомиального процесса и позволит более рационально использовать препарат, приготовляя, вводя всего 2 флакона в сутки вместо нескольких десятков флаконов при дозировке 1-2 миллиона единиц. Таким образом, на сегодняшний день мы видим и спектр действия препарата Колистин 150 АФ и его эффективные сочетания при множественной широкой лекарственной устойчивости и возможности его рационального применения с точки зрения фармакокинетики, фармакодинамики, клинической эффективности, режима дозирования и новой дозировки в лекарственной форме, которая позволит еще оптимизировать фармакотерапевтические возможности препарата. Таким образом, мы обсудили с вами крайне важную тему. Надеемся, что это поможет при введении самых сложных пациентов с нозокомиальной инфекцией. Благодарю за внимание. Да, коллеги, прослушаю такой, действительно, клинико-фармакологический обзор по одному из сейчас важнейших фактически препаратов и участия данного препарата в лечении проблемных грамо-отрицательных инфекций. Действительно, препарату много-много лет, но мы вынуждены были его вспомнить, и сейчас полимексин вообще это, ну, как вы знаете, как бы часто последнее, что мы можем применить, то есть при полиреистентных грамо-отрицательных инфекциях, особенно при инфекциях, вызванных от санитобактером и синеройной палочкой. И вроде бы все просто, да, то есть мы назначили там колистин, полимексин B, но оказывается, есть масса нюансов, в том числе и по дозированию. Мы сегодня вот в разделе про новости терапии, диагностики, профилактики инфекции видели работу касательно высоких доз колестина у пациентов, соответственно, на заместительной почечной терапии. Ну, и мы видим, что даже в каком виде расфасован, да, то есть препарат может быть действительно важно. Ну, и далее мы перейдем теперь к грамплю с микробом, да, фактически, и поговорим тоже про препарат с богатейшей историей, препарат, который десятилетия, да, то есть фактически до 2000 года, до появления ленизолида, он 35 лет спасал от полиреистентных грамм положительных инфекций, а потом вроде бы появились новые препараты, но если мы посмотрим любые в мире, в которых есть рекомендации по лечению грамм плюс инфекции, без ванкомицин они практически не обходятся. Я с удовольствием приветствую Сергея Кенсариновича, который, как и Марина Владимировна, не очень-то нуждается в представлении, я думаю, что все его прекрасно знают, да, то есть откуда Сергей Кенсаринович, понятно, потому что за ним вот лого РУДН, соответственно, у нас находится. Сергей Кенсаринович, здесь вот вопросы поступили, да, то есть, но Марины Владимировны с нами нет, может быть, мы сейчас на них ответим, а потом начнете вы или потом уже в плане... Как скажете, Андрей Владимирович, как скажете, я на самом деле рад быть с вами и рад дискутировать по поводу доклада Марии Владимировны или о том ответить на вопрос. Да, ну давайте, чтобы не забыть, а то вдруг у нас чат взорвется на вашем выступлении, да, то есть мы не сможем домотать до вопросов предыдущих. Значит, ну вот первый вопрос, что данные, представленные за 2016 год, какова картина сейчас? Насколько я помню, это касалось слайда по, соответственно, вот назокомиальным инфекциям, распространенности в РФ. Ну, на самом-то деле, у нас четких данных так и нет по назокомиальным инфекциям и распространенности. Официальная статистика, она как отсутствовала, так точнее она и есть формально, но реальных данных нет. То есть на что мы можем опираться? Это, ну, во-первых, на, скажем таки, экстраполяционные данные, да, то есть мы берем частоту примерную в Штатах, например, или где в странах переведется статистика соответствующим образом, и переносим на нашу популяцию пациентов. Кроме того, ну, вот проводилось исследование Иргине, проводилось исследование далее, соответственно, вот Риорита-2, это касательно реанимации. Ну, и там интересные данные получены, что в целом-то структура инфекции, допустим, в реанимациях осталась такая же самая, но летальность увеличилась у пациентов с инфекциями, и наличие инфекции – это независимый предиктор летального исхода. И если мы посмотрим на структуру репортируемых возбудителей, там резко выросла клипсиела, да, то есть, возможно, с ней как раз-таки связана вот эта вот летальность, потому что клипсиела не только полидезистентная, но еще гипергрулентная, соответственно. Вот, поэтому, ну, то есть, скажем, четких данных по распространенности инфекций в стационарах у нас нет, и те данные 2016 года, да, то есть, ну, это что-то базовое, на которое тоже можно опираться. Дальше. Какой метод использован для принятия чувствительности к колистемитату, и где приведены критерии оценки резистентности и чувствительности? Ну, там вообще-то была международная работа, и, соответственно, если мы посмотрим, то критерии, где вы можете найти, это рекомендации и российские по определению чувствительности к антимикробным препаратам, которые вы можете найти на сайте Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии антимикробной химиотерапии, и также на страничке, естественно, главного специалиста по клинической микробиологии антимикробной реистентности. Там эти рекомендации, они по колистину точно соответствуют тому, что приведено в европейских рекомендациях по предимечательности, да, вот так называемую аббревиатуру ЮКАСТ, да, то есть, соответственно, при значениях МПК 4 и больше миллиграмма на литр для энтеробактерий и синегронной палочки, что там считается реистентным, для синтебактера, соответственно, 8 миллиграмм на литр считается реистентность. Ну и, соответственно, референтный метод, он один, да, то есть, с определением чувствительности, это исключительно разведение в жидкой питательной среде. Значит, другие методы, они здесь не подходят, но, соответственно, в обычных лабораториях это малодоступно, но можно использовать при этом так называемый колистин-диск-иллюжен метод, который в том числе рекомендуется, есть он в американских рекомендациях по предимечательности, когда вы берете физраствор, берете диск с колистином, да, то есть диск с колистином вы помещаете в этот физраствор, соответственно, на 30-60 минут, и дальше предполагаете, что вы получили там концентрацию, которая соответствует полному освобождению колестина из этого диска, и дальше растетровкой вы можете получать разные, значит, соответственно, разные концентрации колестина и поделять таким образом чувствительность, ну, не имея вот каких-то референтных приспособлений для этого. Так, дальше еще вопрос. Скажите, пожалуйста, какой период от начала госпитализации назначается колистин? Используется ли он превентивно до получения результата просева с учетом сроков получения изолятов? И как зависит эффективность применения по срокам от начала введения препарата? Сергей Николаевич, я много говорю, может быть, вы что-то скажете? Или мне... Андрей Иванович, я вас с удовольствием слушаю, но по поводу назначения эмпирического колестина, ну, не знаю, как-то не готов поддерживать эту идею, чтобы прям эмпирически на входе всем вместо хлеба сдавать колистину. Ну, наверное, тут придется с вами согласиться, потому что колистину, ну, вообще, к полимексину реестентность тоже может развиваться. У колистины уже полно, фактически, да, то есть процентов 20 плюс получается. Вот синтабактеры и синегной палочки что-то около нуля, чуть больше, да, то есть десятые процента, но реестентность вполне себе развивается. Если вот мы будем, как говорится, всем, значит, инфекция в стационаре, получив колистин, да, то получим устойчивость и у этих возбудителей очень на самом деле быстро. Поэтому, конечно же, полимексины – это очень осознанное применение и желательно селективное применение. Ну, и вот вопрос такой, как зависит эффективность применения по срокам от начала введения препарата, но вообще, ну, логически, да, то есть чем раньше мы назначим адекватную, эффективную антибиотикотерапию, да, то есть препараты, которым чувствительный возбудитель, тем лучше для пациента. И вроде бы это должно улучшить исходы лечения, но в реальности такое показано фактически только для пациентов с септическим шоком, да, то есть когда действительно вот увеличение временного лага от назначения препарата между фактом установления инфекции, с назначением препарата, точнее нет, началом септического шока, то есть симптоматики назначения препарата, летальность увеличивается, поэтому в рекомендациях, если мы посмотрим Сепсис с Вайн Кампейн и проект российских рекомендаций, там есть рекомендация, что при септическом шоке, да, то есть в течение часа вот установления, да, то есть вот диагноза шок, да, септический, должен быть назначен препарат. Если это сепсис без шока, то там гэп такой 3 часа, то есть вам можно было разобраться, действительно ли это сепсис, действительно ли это бактериальная инфекция, и таким образом в течение 3 часов назначен препарат. Ну а в целом, если мы возьмем пациентов без сепсиса, то там есть очень разные результаты исследований, которые часто нам могут не демонстрировать, на самом деле, такую четкую зависимость между временем от постановки диагноза инфекции, то есть до начала адекватной антибиотикотерапии, хотя логично, что чем раньше, тем лучше. Так, теперь интереснейший момент, на самом деле, спасибо Тареи Ибрагимовой за эту ссылку 22-го года. Вот, видела, 24-го года на самом деле работу, 22-го я не видел работу. Значит, когда говорится, ну, правда, не совсем о нитроксолине на самом деле, а о дериватах нитроксолина, то есть дериватах нитроксолина, некоторые, они больше активностью ингибирующие обладают отношение металла бетлоктомаз. Ну и, соответственно, вроде бы ура, да, то есть у нас нитроксолин вроде бы есть, давайте мы вот его будем добавлять, и проблем у нас не будет с металлом бетлоктомазами. Но на самом деле не все так, наверное, хорошо. То есть, во-первых, нитроксолин у нас только пероральный, достаточно его только в моче. Для пилонефрита, даже для пилонефрита, вполне возможно, что его будет и не совсем достаточно. Значит, и нужно понимать, что вы убираете проблему не всех робопенемаз, да, то есть теоретически в этом случае, а только вот НДН, теоретически, да, то есть нет никаких клинических данных, да, не данных на животных экспериментов, что это каким-то образом сработает. Ну, кто там, если сделает, соответственно, ну окей. Ну, в общем-то, отношение к этому, то есть это интересный факт, но отношение к этому скептическое, во-первых, потому что, еще раз подчеркиваю, что это теоретически будет воздействовать только на металлоферменты, да, соответственно. Ну и вообще-то, значит, веществ, да, то есть которые потенциально могут ингибировать металлобетлоктемазы, ну, казалось бы, не так и мало, но очень многие из них токсичные. Кстати, вот метрексалин тот же самый, это достаточно токсичный препарат, по большому счету, да, то есть очень высокая нейротоксичность на самом деле. Значит, и вот, допустим, в Индию, если вы посмотрите на Индию, там они забавным пошли путем, они начали выпускать комбинации карбопинемов с ЭДТА, да, то есть ЭДТА – это хилатр универсальный металлов вообще получается. Ну, карбопинемы, Андрей Владимирович, они цифалоспорин третьего поколения с ЭДТА делали. Да, да, вот. Ну, вообще цифалоспорины – это логичнее. Почему? Потому что, допустим, Окса-48, цифалоспорины третьего и четвертого поколения не гидролизуют, а карбопинемы гидролизуют. Но, правда, нужно понимать, что вот если посмотреть на константы ингибирования, да, то нам нужна концентрация ЭДТА, которая, ну, наши же с вами ферменты тоже, у нас тоже есть ферменты, которые в активном центре металлы содержат, да, то есть они тоже будут хилатироваться. Ну, поэтому здесь мы ингибируем металлокарбопинемазы целью жизни пациента, фактически часто. Поэтому, ну, это маркетингово вроде бы нормально, но работать вряд ли это на самом деле может. Поэтому, ну, я бы очень не рассчитывал сильно на нитроксалин. Но, может быть, если у вас будет какой-то пациент там с циститом именно, да, то есть вы выделите штамм, который продуцирует металлобатлокарбопинемазы, и только с ними связана проблема, ну, наверное, можно в качестве эксперимента попробовать, а пишите потом в публикации. Ну, и побочные эффекты от колестина, ну, то есть, в принципе, полимексины, почему их на долгое время, на самом деле, забыли, да, фактически, вот, времени их появления, потому что появились препараты с более предсказуемой фармакинетикой и с большим терапевтическим диапазоном и с меньшей токсичностью, да, то есть те же многочисленные бетлоктамы, включая карбопинемы, цифлоспорины, гибридозащищенные бетлоктамы, и на то время, пока вот эти препараты были активны, да, то есть, ну, про полимексины, соответственно, забыли. Ну, а с токсичностью проблемы какие-то? Нефротоксичность, наверное, основной, ну, и некоторая, значит, нейротоксичность, но это не суть, то есть основной, это, конечно, нефротоксичность, и поэтому, допустим, не очень хорошая идея полимексина сочетать с другими нефротоксичными препаратами, например, с аминогликозидами, ну, или вот с ванкомицинами, с ванкомицином, про который нам сейчас расскажет Сергей Кенсаринович, и разрешите, да, вот, потом дальше, так, а тут поступил еще один комментарий. Еще один комментарий, ну, Андрей Владимирович, я позволю себе буквально пару слов. Мы в клинике видели нейротоксичность полимексина, это крайне неприятно, осталось, поэтому, собственно, полимексины действительно были глубокой альтернативой, как мы раньше говорили, глубоким резервом, да, долгие годы, и, в общем, нет хорошей жизни, мы к ней вернулись, коллеги, но мы должны понимать, что сейчас, да, зачастую просто другой альтернативы нет, поэтому для нас важен плестимета, для нас важен полимексин-Б, ну, в общем, безусловно, сегодня это те молекулы, которые спасают жизни, и мы зачастую игнорируем риски, потому что понимаем, что, да, значение спасет жизнь. Да, ну, вот, коротко на последний вопрос относительно меропенема, да, то есть, что кто-то будет меропенем два раза в день, да, то есть, ну, безусловно, это неправильно, да, меропенем два раза в сутки вводиться не должен у пациента с нормальной функцией почек, значит, просто такое введение не только бесполезно, оно будет вредно, да, потому что это путь к селекции реестентности, соответственно, меропенем – это три раза в сутки, соответственно, но и лучше в виде продленной или даже постоянной инфузии, да, то есть, если это пациент с тяжелой инфекцией, никакого вкратного введения, да, соответственно. Ну, просто категорически нет, потому что это препарат с времязависимым киллингом, и мы таким образом здесь больше навредим, чем поможем. И так-то ничего не работает, так еще и два часа, два раза в день. Сергей Генстанинович, с удовольствием вам предоставляю слово, мне очень интересно послушать, что же можно нового узнать. Спасибо. Андрей Владимирович, вы знаете, я когда, так сказать, думал над тем, о чем я сегодня буду говорить, у меня тоже масса вопросов возникло, о чем можно нового сказать про Ванкоминцентр. Но, как ни странно, да, вот все новое – это хорошо забытое старое или уже имеющееся в наличии, но где-то там вот, знаете, за пылью лет немножко стертое из памяти. Поэтому, коллеги, давайте мы возобновим какие-то наши знания по Ванкоминценту, а может быть для кого-то что-то сегодня действительно будет и вновь. Так, Андрей Владимирович, вы мне единственно сейчас подтвердите, что экран... Мы все видим, видим и экран, и у вас. Прекрасно. Не знаю, насколько вам доставляет удовольствие видеть меня, но надеюсь, что информация про Ванкоминцент будет действительно полезна. несколько слов о значимости вообще МРСА-инфекции. Да, я думаю, коллеги, ни для кого не секрет, что вот весной этого года появился новый лист приоритетности патогена Всемирной организации здравоохранения. Да, он был пересмотрен. У нас произошли некоторые изменения в группе критической приоритетности. Мы помним с вами, да, что там появилась появилась микобактерия туберкулеза, эфампицина резистентная. Небольшие изменения произошли в группе высокой резистентности, но при этом, что обращает внимание на себя, что инфекции, вызванные непосредственно резистентным золотистым стафилококком, по-прежнему в этом листе обозначаются и, по сути, антимикробные препараты, которые имеют цель МРСА, по-прежнему востребованы, да, и, в общем, о самой инфекции имеет смысл говорить, потому что, в общем, не всегда мы с ней уверенно справляемся. Почему инфекций становится больше? Вот мне не устаю об этом повторять. Я имею в виду проблемного медицино-резистентного золотистого стафилококка. Следующее достаточно давнее. Я неоднократно уже показывал его в своих выступлениях, но не могу не повторить. Коллеги, мы сами на самом деле создаем себе проблемы, в том числе проблемы с МРСА-инфекцией. Так, повсеместное назначение спалоспорина третьего поколения, рецепт реакциона в частности, это увеличение риска развития МРСА, да, распространения МРСА-инфекции, и, в общем, достаточно серьезное. Более чем в два раза увеличиваются эти самые риски. Кроме того, есть определенные предрасполагающие факторы к развитию МРСА-инфекции, да, к утяжелению процесса, связанного с МРСА, и, в общем, наличие определенной коморбидности зачастую приводят к тому, что возрастают риски инфекции, вызванные МРСА, ну, в частности, например, МРСА-пневмонии. Это, конечно, достаточно серьезная история, мы как-то не очень об этом говорим, да, и привычно считаем, что вне больничных МРСА-инфекций, ну, там что-то у нас, гемофильная палочка, типичные микроорганизмы. А вот у пациентов с наличием коморбидности, на самом деле, риск развития МРСА-пневмонии, он возрастает в разы. У тех же пациентов с хронической сердечной недостаточно, у тех же пациентов с циррозом печени, с сакром диабета второго типа. Мы помним с вами, что очень высок риск развития стафилокопковой пневмонии пациентов в период эпидемии гриппа. Да, поэтому, конечно, антистафилокопковые агенты, они по-прежнему актуальны и возглавляют, да, в авангарде этого сейчас уже достаточно большого арсенала антибактериальных препаратов ванкомицин. Посмотрите, коллеги, на самом деле, ванкомицин впервые вообще в стандартных дозировках появился в упоминаниях регуляторных агентств в 1958 году. 42 и 24, соответственно, 66 лет, да, 66, 65, 66 лет уже он в нашем с вами арсенале. И что тут вообще, ну, казалось бы, можно говорить. Да, тем более, что вот не далее как, лет 10, ну, может быть, там, чуть-чуть больше назад мы стали говорить о неких проблемах ванкомицины, о необходимости развития использования других антистехолокоповых технологий, коих в тот момент стало появляться достаточно много. Я даже не имею в виду ленизолиды, ленизолиды уже был в воспроизведенном виде о появлении там, там, адаптомицина, титизолида. Что у нас там еще появлялись? Дальф-Пристинхен, ну, Пристин, ну, в общем, вот такие вот вещи, да, и мы стали говорить о том, что, ну, да, старик ванкомицин, конечно, сдает свои позиции, потому что появляются штаммы с промежуточной чувствительностью к ванкомицин, да, когда мы говорим об МПК уже не 1-2 микрограммный миллилитр, а 4-8 микрограммный миллилитр, да, а если мы говорим о чувствительных штаммах, то это уже МПК не 0,5 микрограммный миллилитр, а 2 микрограммный микрограммный миллилитр, а почему это важно, да, мы тогда думали об этом, потому что если МПК 0,5 микрограммный миллилитр, мы можем создать необходимую сыворочную концентрацию, и микробиологическая эрадикация будет эффективной, она произойдет почти в 80% случаев, а вот создать концентрацию 2 микрограммный миллилитр не всегда удается, да, по ряду причин мы сегодня будем об этом говорить, а соответственно и микробиологическая эффективность даже в отношении вот таких условно вроде как чувствительных штаммов ванкомицена составляет всего 21%, а много ли таких штаммов было в Российской Федерации на рубеже 10-х годов? Чувствительность по-прежнему была высока, 99,5, но при этом посмотрите, вот этот шифтинг, сдвиг МПК в правую сторону, видим, что МПК 2, в общем, это уже почти феномен, отмечающийся почти в 20% выделенных изоляций. Поэтому уже в те годы мы стали говорить о неких проблемах ванкомицина и ждать ждать дальнейшего развития ситуации. Но вот какого-то супердраматического изменения чувствительности к ванкомицену за последние годы не произошло. И вот если здесь я цитирую данные исследования Церберуса, это 8-12 годы, то вот прямо сейчас я что-то так вот слушал, Марину Владимировну, увидел вопрос в чате, что вы тут мне показываете результаты чувствительности 2016 года. Какова ситуация-то сейчас? Я думаю, а действительно, что я буду показывать в 12-й год? Надо показать то, что происходит сейчас. И я вот прямо сейчас залез на карту антимикробной резистентности и проанализировал информацию, собрал информацию о чувствительности стафилококку к ванкомицину. Это не только не больничные штаммы, это и внутри больничные. Ну, коллеги, ничего не поменялось. Вот с точки зрения микробиологических позиций, выделяемые изоляты золотистого стафилококку по-прежнему абсолютно чувствительны к ванкомицину. Тогда возникает вполне резонный вопрос. У каждый из клиницистов видел в своей практике клинические удачи при лечении стафилококковых инфекций ванкомицина. Почему же это происходит, если мы имеем такие высокочувствительные штаммы? И здесь как раз проблема с моей точки зрения. Я всегда об этом говорю, что, конечно, проблема состоит не только в чувствительности патогена к воздействию определенного антибиотика. Когда мы лечим инфекцию, мы должны учитывать три составные, три компонента, три составные части происходящего лечебного процесса. Микроорганизм, макроорганизм и лекарственный препарат. Как он себя ведет по отношению к макроорганизму, как по отношению к микроорганизму. А вот ванкомицин с точки зрения макроорганизма, то есть его фармакокинетика, она такая очень взбалмошная, она очень непостоянная, она очень вариабельная, как мы говорим, клинические фармакологи. Да, и плохо прогнозируемое и предсказуемое. Вот исследование опять же, ничего не поменялось, 2009 года, в котором было продемонстрировано, что доля несвязанного ванкомицина может составлять от 12 до 100% отведенной дозы. Ну, вдумайтесь, вариабельность кинетики 8 раз. Что тут можно прогнозировать? И второй момент, да, повышение дозы в тех пределах, которые существовали в 2006 году, не приводило к повышению эффективности. И это тоже коллеги пытались как-то объяснить, да, и говорили о том, что если мы начинаем повышать дозу ванкомицина, то увеличиваются риски нефротоксичности, да, а вариабельность фармакокинетики не позволяет нам достичь определенной концентрации сыворочной. А если у пациентов есть диабет и нарушена эндотелиальная функция, да, проницаемость сосудистой стенки, то вообще у пациентов с диабетом ткневые концентрации крайне низкие, поэтому рассчитывать на что-то не приходится. И вот в такой парадигме мы жили до определенного времени, пока в середине прошлого десятилетия не стали появляться рекомендации, причем регуляторные рекомендации о том, что коллеги, ванкомицин не так плох, да, и ванкомицин это на самом деле, надо просто правильно использовать это, как старый анекдот, да, в чем вы не любите кошек, вы просто не умеете их готовить. Вот та же самая история с ванкомицином. Его надо, если уж назначать, то назначать правильно, ну, собственно, как любой другой антибиотик, вот только сегодня с коллегами в клинике по этому поводу воевал, ну, уж если ты назначаешь антибиотик, ну, дай ты нормальную дозу так, как положено, так, как прописано в инструкции, так, как прописано в методических рекомендациях, МакМак и Сепсис-Форум, и тогда он будет работать. Так вот, в отношении ванкомицин, посмотрите, коллеги, что у нас произошло. У нас углубление наших знаний произошло, и, соответственно, углубление этих знаний о свойствах ванкомицин привело к тому, что сегодня мы говорим о высокодозной терапии ванкомицином. А что такое высокодозная терапия? 60 миллиграмм на килограмм в сутки, каждые 8-12 часов, а при этом каждая доза не должна превышать 2 грамма. И, коллеги, при серьезных инфекциях, это технология тоже, которая обязательно должна использоваться. Мы с вами для повышения эффективности нашей терапии должны назначать так называемую загрузочную дозу или нагрузочную дозу, кто уж как привык использовать. И эта загрузочная доза перед введением ванкомицина должна составлять 25-30 миллиграмм на килограмм массы тела того пациента, которого вы собираетесь лечить для того, чтобы создать стабильную высокую концентрацию препарата в сыворотке и дальше рассчитывать на какие-то высокие его концентрации. Таким образом, коллеги, почему мы сейчас вновь возвращаемся к ванкомицину, но уже с неким новым взглядом на его использование. Мы осознали, что препарат пробирки работает. При создании определенных концентраций он прекрасен. Нам было бы хорошо создавать эти концентрации в организме нашего пациента. Можем ли мы их создавать, эти концентрации? Как оказалось, да. Но можем мы их только создать тогда, когда назначим высокую дозу. А иначе смысла просто нет. Да и вот та самая клиническая неудача при назначении ванкомицина, который видел каждый из нас, связана с недостаточным уровнем антибиотика, тяжестью течения. Ну, понятно, что какие-то недренированные очаги инфекции и так далее. И соответственно, для того, чтобы нам работать правильно антибиотиком и создать концентрацию в органе мишени, в той ткани, на которой мы действуем, нам нужно назначать более высокие дозы препараты. Ну, в общем, знаете, такое открытие Америки, но для ванкомицина это ведь, в общем, преодоление себя. Потому что мы привыкли считать, что это далеко не самый удобный в работе антибиотик. Да? И я к этому вопросу тоже еще вернусь. Мы традиционно как бы считаем, что есть риск нефротоксичности и развитие синдрома красного человека, падение артериального давления. Однако, коллеги, посмотрите, накопленный опыт сегодня реализовался в клинических рекомендациях, в гайдах различных самых авторитетных международных профессиональных сообществ. Ну, давайте посмотрим, например, возможность использования ванкомицина при сепсисе, при пневмонии, как эта ситуация описывается в российских международных клинических рекомендациях. Впервые, кстати, о высокодозной терапии мы как раз говорили в известной, я очень надеюсь, известной работе, методических рекомендациях Ассоциация анестезиологов-реаниматологов, МАК-МАХ, Межрегиональная общественная организация альянс-клинических миотерапевт-микробиологов, общественная организация российского сепсисформа. Методические рекомендации, которые называются диагностика антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными штаммами микроорганизмов. Именно в них мы заговорили о высокодозной терапии ванкомицина. А дальше посмотреть, появились следующие клинические рекомендации, которые одобрены научным практическим советам Минздрава. Цептический шок у взрослых. В общем, каждый из нас присутствующих может к ним обратиться. И в этих рекомендациях абсолютно однозначно указывается на необходимость использования высокодозовой терапии ванкомицина. В пересчете как раз, когда мы рассчитываем дозу, не просто условные полграмма на два раза в сутки, а те самые 20 мг на килограмм, 15-20 разовое введение или 30-60. Суточная доза. Вот те дозы, которые мы сегодня с вами вполне имеем права и должны назначать нашим пациентам. Далеко не всегда удобны эти высокие дозы, что называется, набрать в один шприц. Потому что если у нас, например, ванкомицин распособлен по 250 мг, пока это высокую дозу наберешь, 12 флаконов ванкомицина тебе надо, чтобы медсестра развела. Представляете, сколько нужно потратить времени, сестринского труда, какова величина ошибки при наборе этого препарата. Поэтому, конечно, для высокодозной терапии ванкомицином нам нужны высокодозные препараты ванкомицина. И вот как раз такой препарат появился. И, собственно, наш сегодняшний разговор о ванкомицине и его перспективах, конечно, в том числе, безусловно, и не скрываю я этого, обусловлен появлением отечественного высокодозного препарата. Ванкомицин в флаконе, содержащий 750 мг, препарат российской компании Алфарма. Да, и, собственно, немаловажно наличие вот таких вот возможностей, потому что для нагрузочной дозы нам надо будет использовать всего три флакона, а для поддерживающей дозы, которая рассчитывается, напоминаю, из расчета 15-20 мг на килограмм, нам нужно будет назначать по два флакона каждые 12 часов. Коллеги, в этой же связи мне хотелось бы обратить внимание на еще один момент. Мы сегодня вспоминаем, что вслед за ванкомицином на российском рынке появился оксазоледенон, ленизолит, и, в общем, он тоже вполне себе вошел в нашу с вами практику и достаточно активно используется. Но, коллеги, вот тоже об этом всегда говорю абсолютно однозначно и своим студентам и своим коллегам в клинике. Несмотря на то, что это оба препарата, относящиеся к антиэмерсуарным средствам, это разные препараты. Ну, хотя бы все, потому что один бактерицидный, другой статик. Разные механизмы действия, разный профиль безопасности, разные сыворочные концентрации, разная способность проникать в ткани. Вот как раз в отношении ванкомицин мы с вами говорим о том, что его преимуществом является высокая концентрация в кровотоке. Поэтому, если мы говорим о лечении каких-то инфекций кровотока, если мы говорим о наличии возбудителя, наличии позитивной гемокультуры, с которой нам надо справляться, о лечении тяжелой пневмонии, симптического шока, то, конечно, здесь применение ленизолида не является оптимальной опцией. Коллеги, опять же, это не то, что мне сегодня почему-то захотелось об этом сказать. Это мнение сегодня экспертного сообщества. Когда мы говорим о том, что ленизолид как препарат с высокими тканевыми концентрациями, низкими сыворочными, вот для лечения, например, бактериемии или лечения инфекционного эндокардита, ну, совершенно непригоден, не оптимальный, так очень мягко сформулировано, потому что это совершенно не тот препарат, который нам необходимо назначать. Ну, сравнивать эффективность ванкомицина или низолида, это все-таки, наверное, надо немножко уравнять условия, да, и смотреть при каких нозологиях назначались те или иные препараты. Но, тем не менее, коллеги, очень интересная работа, не могу ее не процитировать, исследование как раз профессора Журавлевой, которая нам только что рассказывала о холистеметате. Так вот, Марина Владеевна изучила, сравнила, да, эффективность ванкомицина или низолида и, собственно, выздоровление без последствий, связанных с развитием, в том числе, рецидивов, нежелательных реакций. Оказалось, что применение ванкомицина было значительно более привлекательным, да, и частота выздоровления была значительно более высокой, нежели чем при применении ленизолида. Я этого никогда не изучал, не смотрел, не сравнивал, да, и не могу поделиться собственными данными в отношении вот такого оценки сравнительной эффективности. А вот в отношении сравнения профиля безопасности, коллеги, безусловно, есть определенные, в том числе и собственные наблюдения, поскольку, ну вот совершенно очевидно, что применение ленизолида достаточно часто сопровождается развитием гемодискрозии. Если пациент с тяжелой инфекцией, синдром системно-оспалитной реакции, да, у него, безусловно, гемодискрозии, вообще и тромбоцитопении, в частности, могут развиваться без всякого ленизолида. Но, когда у нас содержание тромбоцитов прогрессивно снижается, а мы еще и добавляем оксаза ледяном, при котором риск тромбоцитопении возрастает почти в два раза, ну, безусловно, мы здоровью пациенту не добавляем. Поэтому вот это вот действие на костный мозг, на кроветворение у ленизолида значительно, конечно, снижает его привлекательность, значительно ухудшает профилевую безопасность и, соответственно, ухудшает шансы пациента на выздоровление, потому что мы понимаем риски спонтанных кровотечений и тяжелых геморрагических осложнений, например, язвенное кровотечение, ДВС-синдром. Все это, безусловно, значительно, риски развития этих событий значительно увеличиваются. Преимущества банками цена, да, преимущества, это, безусловно, я уже сказал об этом, его высочайшая сыворочная концентрация в тех условиях, когда мы используем высокие дозы, да, и это нам позволяет как раз справляться с инфекцией кровотока и с инфекционным эндокардитом. Посмотрите, коллеги, как изменились европейские рекомендации, рекомендации Европейского кардиологического общества по лечению эндокардита, вызванного медицинно-резистентным золотистым стафилококком. При этом, посмотрите, речь идет об инфекционном эндокардите как вызванном, что называется, нативного клапана, так и инфекционном эндокардите протезированного клапана. И в тех, и в той, и в другой клинической ситуации ванкомицин, это препарат первого ряда, и при этом посмотрите дозой до 60 мг на кг в сутки в 2-3 введения, уровень доказательности 1б. При этом следующее, на что хотел бы обратить внимание, в общем, это справедливо, наверное, практически для всех эмарса инфекций, назначение антистафилококкового антибиотика должно производиться в течение не менее чем 4 недель, а лучше 6. Итак, ванкомицин назначается при эмарса инфекционном эндокардите в дозе до 60 мг на кг в сутки в 2-3 введения на протяжении не менее 4 недель. А как же нефротоксичность? А как же почки? А как же наши пациенты? Как же нежелательные реакции? Вот что волновало исследователей, волнует практических врачей. Посмотрите, на этот вопрос попытались ответить и решили вот как раз сравнить летальность в группах пациентов, сопоставить их, естественно, понятным климатическим характеристикам. В одной группе циворочная концентрация ванкомицина была не очень высокой, а в другой она была вот как раз на уровне больше 20 мкг на микрограмм. Что оказалось, коллеги? Оказалось, что на самом деле развитие нежелательных реакций, самое главное, летальных исходов было значительно более высоким в группе пациентов, в которых дозы назначенного ванкомицина были не очень высоки. Вот для меня это вполне объяснимо и понятно, да, потому что назначив высокую дозу, мы справляемся с причиной развития сепсиса и, собственно, у нас разрешается полиорганная недостаточность, у нас восстанавливается почечная функция, ничего плохого не происходит. А вот если мы назначаем низкую дозу, то здесь риски крайне высоки. Развитие полиорганной недостаточности септического шока. Поэтому вновь повторюсь, коллеги, антибиотик должен быть назначен в адекватной, правильной, высокой дозе, той дозе, которая, с одной стороны, позволит нам справиться с инфектом, с причиной, а с другой стороны, не создаст дополнительных проблем со здоровьем пациента. Вот смотрите, то же самое в отношении инфекционного эндокардита, прописанный в российских рекомендациях, да, у нас здесь все то же самое, 60 мг на кг в сутки, уровень доказательности 1b. Если вернуться к высокодозному ванкомицину, то здесь, да, у нас все как раз будет удобно и хорошо. Если пациент не очень крупный, от 50 до 75 кг, то вообще 3 флакона по флакону 3 раза в сутки. Если вес пациента больше, 75 кг, то мы можем назначить 2 флакона 2 раза в сутки. Да, это, конечно, и удобство при приготовлении раствора, и удобство в отношении расходования. Коллеги, ну поскольку такие высокие дозы у нас пока присутствуют только в клинических рекомендациях и в полной мере не отражены в инструкции, не могу не отметить, что, конечно, подобные наши с вами действия должны быть оформлены в виде протокола БК. Ну и вновь повторюсь, что, естественно, и при бактериальном эндокардите, при инфекционном эндокардите, извините, описался наверху и не увидел. А при инфекционном эндокардите, конечно, несомненно, ванкомицин это препарат стартер, препарат первого ряда, я имею в виду МРСА-инфекцию, конечно, ну и совершенно не ленизолит. Постиомиелит. Еще одна история, да, когда мы можем думать о применении анти-МРСА-препаратов высоких доз ванкомицина, и, собственно, так и надо делать. Да, и вот опыт использования высоких доз ванкомицина, он опубликован, и при лечении остеомиелита, вызванном МРСА-инфекции, назначении высоких доз препаратов, посмотрите, до 94% пациентов, получавших высокодозный ванкомицин, достигли излечения. А теперь, на самом деле, я чувствую прямо, что в аудитории копится, да, и нарастает вот этот вал вопрос, связанных с тем, что что же, собственно, произошло, почему раньше нельзя было назначать высокие дозы, а сейчас можно. Да, почему раньше говорили, что вот ни в коем случае не больше двух граммов в сутки, а сейчас можно. Да, и говорим, что и 3 грамма, загрузочная доза. Что произошло? Коллеги, а произошло на самом деле много чего, но два основных момента. Первое, изменился сам ванкомицин, а второе, мы накопили опыт его использования и, собственно, оценили последствия и некий баланс эффективности и безопасности установился, да, в этой связи. Что я имею в виду, когда говорю о изменении самого ванкомицин? Вот, коллеги, на самом деле, тот ванкомицин, который мы применяли в 58-м году, ну, не мы, это наши коллеги, да, врачи, работавшие в тот момент. И тот ванкомицин, который мы применяем сейчас, это, ну, что называется, как говорят в Одессе, две большие родницы. Да, я напоминаю, что ванкомицин в, собственно, субстанции, он представлен двумя фракциями, фракция А и фракция Б. Вот фракция Б – это действующая фракция, а фракция А – это продукты деградации, примеси, возникшие при химическом синтезе. И, собственно, вот эти вот продукты деградации, примеси, они как раз и отвечали и отвечают за развитие нежелательных реакций. Отсюда мы делаем вывод, чем больше фракция содержания фракции Б, чем меньше содержание фракции А, тем, конечно, меньше рисков развития нежелательных лекарственных реакций и, соответственно, тем шире наши возможности в использовании ванкомицин. Вот вышедший в 1958 году ванкомицин имел в своем составе фракцию Б всего лишь в количестве 70%. 30% – это фракция А. В 1985 году научились чистить, да, что называется, ну, использовать его наобменную хроматографию и разделять эти фракции, естественно, что это позволяло удалять ненужные, оставлять только нужные. А с появлением высокоэффективной жидкостной хроматографии появилась уже возможность достигать частоты ванкомицина с содержанием фракции до не менее 93%. Вот наглядно представлю, на самом деле, как выглядел ванкомицин в 1958 году и как он стал выглядеть с появлением ВЖХ и возможности его очистки. Да, он, ну, просто даже различия по цвету абсолютно кардинальны. Вот такой вот темно-коричневый порошок – это 1958 год. Оригинальный препарат, который появился, он такой желтоватый оттенок имел, а вот с 1988 года появившиеся возможности позволили, собственно, уже получить достаточно высоко очищенный ванкомицин. А отсюда, коллеги, мы с вами понимаем, что нет вот этих продуктов деградации, нет рисков развития, ну или значительно меньше они существуют. Конечно, существуют, но просто частота уменьшается, и, соответственно, эти риски значительно снижаются, такие как развитие синдрома красного человека, нефротоксичности, ототоксичности, лихорадки и так далее. Так вот, если мы вернемся к ВНКТР, вернемся к препарату отечественному компанию Alpharm, мало того, что он высокодосный, он еще и современный, высокоочищенный, да, потому что для улучшения его качества была применена технология с применением инертного газа. Ванкомицин просто на атмосферном воздухе очень быстро окисляется. Именно поэтому применение вот этой технологии, защищающей субстанцию от воздействия кислорода, позволяет сохранить качество препарата. И вот компания, на самом деле, всегда с гордостью демонстрирует вот эту вот таблицу. Я тоже не могу ее не продемонстрировать. Вообще, на самом деле, мне очень приятно говорить о современных качественных отечественных препаратах. В отношении ванкомицин, посмотрите, отечественного, который производит компания Alpharm, содержание примесей в разы, а иногда и в десятки раз ниже того количества, которое допустимо вообще на самом деле нормативной документации. Да, я напоминаю, что не все это фракция B, что-то может быть фракция A, но количество примесей в разы ванкотере ниже, чем в допустимых пределах определенных законодателей. Итак, коллеги, как мне видится, ванкомицина вполне определенное, очень радужное и благополучное будущее, потому что при сохраняющейся высокой чувствительности медицинерсистентного стабилокока у нас появляются новые данные о его режимах дозирования, у нас появляются новые данные о профиле безопасности, у нас появляются новые отечественные высокоочищенные препараты ванкомицина с высоким его содержанием в флаконе, что, конечно, не может не радовать и безусловно должно привести к благополучным исходам лечения наших пациентов. Да, спасибо большое, Сергей Генцаринович, с удовольствием послушал, да, и вообще ванкомицина это, знаете, фактически припас, которого начинался мой путь в клинических фармакологиях. А я знаю, Андрей Владимирович, поэтому мне очень приятно, что вы сегодня здесь, и, в общем, может быть, вы тоже что-то прокомментируете. Да, и тогда все мы боялись, что появятся анкомицина резистентные стабилококи, которые получат ген 1А от энтерококков, да, получается, но этого так и не произошло. Вообще гликопепсиды – такая очень интересная группа препаратов, для которых действительно не очень просто развивается антибиотико-реистентность фактически всего, кроме энтерококков. Вот. Ну, действительно, там много нюансов есть именно клиника фармакологических, соответственно. Ну, Сергей Генцаринович, уходит вопрос. Ну, понятно, что мы знаем, что с дозированием ванкомицина там нюансировка, и что, конечно же, дозировать ванкомицин нужно индивидуализированно для пациентов. Но, насколько я помню, у нас все инструкции 1 грамм раза в сутки или что-то поменялось. Да, да, Андрей Владимирович, собственно, я об этом и говорю, что у нас сегодня, конечно, инструкции про высокую дозу пока ничего не говорят. Именно поэтому я и упомянул. В общем, достаточно настойчиво рекомендую это делать, необходимости заполнения протокола ВК при использовании высоких доз. То есть у нас в клинических рекомендациях высокие дозы есть, у нас в методических рекомендациях высокие дозы есть, а в инструкциях их пока нет, но протокол ВК – это наше все. Ну, конечно, нам надо все-таки поднимать третический вопрос по офф-лейбл применениям, потому что ванкомицин на самом деле такая одна из самых ярких точек, да, то есть здесь в офф-лейбл применении. Получается, что, ну, когда я дозирую часто, да, то есть я знаю, ну, пишут один грамм образом в сутки, а флаконов почему-то уходит больше, да, то есть на пациента бывает и так. Вот, то есть… Да, Андрей Иванович, я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите, но все-таки, понимаете, во-первых, сейчас это практически невозможно в той ситуации, когда у нас персонализированный учет препарата в клинике, да, то есть у нас каждый флакончик, он прикреплен к конкретному пациенту, и мы не можем написать один грамм, а дать два грамма, потому что нас потом спросят, куда ты дел второй грамм. Ну, мы просто расписываем на больший сок, не видите. Ну, в общем, здесь вы не понимаете, да. Не будем про это говорить. Все соблюдают инструкции, это понятно. Да, да. Сергей Иванович, ну, то есть, соответственно, выход один – это протокол ВК, да? Он единственный, который защитит врача от каких-то вопросов далее. То есть сейчас вы не слышали, чтобы кто-то из производителей рассматривал бы внесение изменений в инструкцию, дозирование… Ну, это дело, Андрей Иванович, для внесения изменений в инструкцию нужно провести клиническое исследование, оно должно быть немаленьким. Да, вот я к чести компании «Алфарма», прям вот к большой чести, и я поэтому с большим уважением отношусь к коллегам, они сейчас занимаются биопинемом, да, изучают новые режимы дозирования, изучают его эффективность в лечении нозокомиальных инфекций, дознанных теми же самыми полиэзистентными микроорганизмами, да, и запустили сейчас большого исследования, но ведь это же, вы понимаете, это время – это деньги, да, далеко не каждый производитель Иван Комицына будет готов на подобного рода жертвы и героические посуды. Ну, смотрите, то есть, а необходимо именно исследование на российских пациентах, да, то есть исследование… Абсолютно точно. Ну, правда, знаете, написано исследование необходимое, но нет, я так понимаю, что четких рамок по исследованию, сколько должно быть пациентов, на самом деле. Конечно, конечно, нет, в этом вы правы, конечно. Исследование может быть проведено и там условно на 30 пациентов, но у нас же сейчас регулятор очень продвинутый, и не могу, опять же, не сказать, что вот Сергей Владимирович Благолев, который курирует эту работу, он прямо очень жестко следит за экспертным сообществом. И, конечно, протоколы, в которых там группа 15 и группа сравнения 15, ну, вот сейчас они просто для регистрационных целей не применимы. Просто не пропустят. Ну, а сколько вот нужно будет пациентам? Не знаю. Не знаю. Учитывая такую вариабельность кинетики, это надо считать. А спонсор исследований всегда прикладывает расчет необходимой популяции. Ну, так это, может быть, научная работа, знаете, как бы, в принципе. То есть там, ну, честно говоря, вот как бы по нынешнему... Ну, сейчас, например, фармакинетику ванкомицина делать можно, да? То есть... Можно, можно, Андрей Владимирович, конечно, можно, но ведь мы... Не так дорого это. Ну, здорово в добровольцах это будем делать же, правда? Мы же будем это делать у пациентов. Конечно, конечно. Да, у нас здесь будет и высочайшая вариабельность. И, кроме того, пациентов, кроме ванкомицина, он будет еще как-то лечить. За ним еще понаблюдать бы желательно, и какие-нибудь там, наверное, исследования бы сделать. То есть вы пессимистично смотритесь на это? Ну, я не очень оптимист, оптимизм в отношении ванкомицина, это точно. Но, конечно, новых молекул, еще понятно. Ванкомицина никто раскручивать не будет. Появление высокой дозы очень удобно, безусловно. Но я не знаю, насколько это сподвигнет компанию фарма на проведение дополнительных... Ну, да, и тем более, если какие-то есть сомнения, вон, пожалуйста, выбор препаратов за пределами ванкомицина определенно есть. И вот вопрос здесь спросили. Эдуард Анатольевич Артенберг из города Тюмени спрашивает. Да, да. В общем, Диер Сергей Кенсаринович. Дорогой Эдуард Анатольевич, мое мнение о Тейкопланине, оно, собственно, не изменилось. Мы всегда говорили о каких-то его таких, ну, эфемерных преимуществах в профиле безопасности. Почему говорю об эфемерных? Потому что, вот, абсолютно честно признаюсь, я почти 30 лет работаю уже, вот ни одному пациенту Тейкопланин не назначил. Вот ванкомицин понятно, а Тейкопланин, я о нем знаю вот исключительно, так, очень эмпирически, что он есть. Да, он был, потом отменилась его регистрация, не смогли раскрутить его, никаких особых преимуществ перед ванкомицином не показали, поэтому... Ну, я, наверное, сказал так, что если речь идет о каких-то жизнеугрожающих инфекциях, наверное, там будет вопрос, потому что, ну, режим дозирования возможно, то есть мы у многих пациентов не до дозирования можем иметь, но если это не жизнеугрожающая инфекция, кожа и мягкая ткани, например, то, ну, честно говоря, Тейкопланин просто удобнее в этом случае. Может быть, но, знаете, для кожи и мягких тканей... Для низолитных. Да, конечно, пожалуйста, и как раз будет значительно более правильный выбор, у него и концентрация тканевая будет выше. Как приятно говорить про гран-плюс инфекции, по-моему, там есть масса вот нюансов, что удобнее применять, что там, значит, чуть лучше в эту сторону, что чуть лучше в другое, к сожалению, при гран-минус так уже не получается, надо сделать. Вот, надеюсь, гран-плюсы останутся доброжелательными. Так, и вот еще вопрос задают следующий. Какие рекомендации по дозированию панкомицина у новорожденных детей? Хороший вопрос, хороший вопрос, потому что, на самом деле, рекомендации отличаются, ну, вот знаете, разные справочники, в разы отличаются рекомендации, рекомендации, а в отношении недоношенных новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела мы на сегодняшний день вообще не имеем подобного рода данных. Поэтому, что могу в ответ на ваш вопрос сказать, что мы сейчас этой проблемой занимаемся. Вот у меня одна из своих аспиранток выполняет научную работу, кандидатскую диссертацию, посвященную изучению сыворочной концентрации при применении ванкомицина у пациентов, у недоношенных новорожденных с очень низкой, экстремально низкой массой тела. Мы будем разрабатывать какие-то алгоритмы, которыми, безусловно, с вами поделимся. Пока не готов дать рекомендации. Ну, остается кинуть на инструкцию, да? Инструкция наша все всегда, понимаете, но инструкция и жизнь иногда, вы же уже об этом говорили, Андрей Владимирович. Да, да, да. Но, к сожалению, я ничего не могу добавить здесь по дозированию новорожденных, честно говоря, просто даже не знаю доза наизусть по новорожденным. Но, в принципе, в всем мире ванкомицина применяют новорожденных. Для меня применяют, конечно, применяют, безусловно. И последний, так понимаете, вопрос. Ванкомицин перорально при костидеальном колитии. Знак вопроса. Ну, не знаю, в чем вопрос. Никакого вопроса-то здесь нет. Он давно известен и применяется при костидеальном колитии. Другое дело, что способ применения здесь, конечно, не совсем стандартный. Мы говорим о назначении ванкомицина пероз. Да, и та доза, которую вы используете, она зависит от тяжести течения колита. И способ введения ванкомицина тоже зависит от тяжести течения. Я напоминаю, что если мы говорим о тяжелом течении костидеального колита, седроэмбранозного колита, то у вас доза должна быть полграмма четыре раза в день. И плюс еще и при наличии признаков кишечной необходимости, отсутствии ствола, вы должны микроклизмы делать с ванкомицином. Поэтому при тяжелом течении это, безусловно, так. Напоминаю, что граница, уровень лейкоцитов 15 тысяч. Ну и, к сожалению, вот в нашей стране, кроме ванкомицина, это практически нечем лечить. Да, фитокидакса лейкоцитов у нас нет. Ну, да, вот я думаю, что Эдуард Анатольевич может сейчас добавить, что тейкопланин можно тоже применить. Да, можно, как бы, без проблем, но, соответственно, разницы большой не будет. Ну и очень плохо, что у нас фитоксомедицина нет. Это просто крайне плохо, потому что вот это вот пероральное. То есть у нас, мы очень долго боролись, чтобы врачи узнали, что есть вот эта кластидиоидоз дефициля, и она вызывает диарею пациентов в стационаре. И на нашу беду это узнали. Да, то есть и теперь во многих стационарах только у пациента что-то не так. То есть вот со стулом дают ему ванкомицина, а флакончик раз... Неважно, что со стулом, да, дают ванкомицина, это правда. Да, и у нас... Я тоже успел с этим бороться. Да, энтерококия ванкомицинарезистентных в стационарах, это уже под 40%. И нужно понимать, что для энтерококов, то есть там ванкомицинарезистентных выбора практически у нас, то есть бактерицидного, например, уже ноль. остается. Так, и вот следующий, я сейчас не совсем понимаю, расчет дозы по Нью-Ванка возможен у новорожденных. Вопрос ПВК. Это, наверное, какой-то калькулятор... Один из калькуляторов, мне не готов сейчас ответить на это. ПВК, ПВК, конечно, ПВК. В идеале, коллеги, вот в идеале, назначение ванкомицина у недоношенных новорожденных, доношенных новорожденных, должно проводиться с проведением терапевтического лекарственного. Ну вот в идеале это так. Я понимаю, что на практике это далеко не всегда применимо, но тем не менее очень желательно к этому стремиться. Ну, я думаю, что нам нужно здесь будет провести отдельный семинар, ну, наверное, еще раз, по дозированию у новорожденных, доношенных, там, недоношенных, разных совершенно, потому что это отдельное, отдельное челетное. С радостью, Андрей Владимирович, тем более, что по этому поводу как раз на нашей кафедре несколько работ выполнено. Мы изучали и антиконвульсанты, и карбопинемные антибиотики, и, мне кажется, мы даже несколько работ публиковали, в том числе и в журнале клинической микробиологии, антимикробной химиотерапии. Поэтому, коллеги, работа есть. Да, мы этим занимаемся. Наверное, единственные в стране сейчас остались, кто что-то делает. В этом направлении я имею в виду. Понимайтесь еще, давайте, может быть, на декабрь запланируем какую-нибудь дату, тоже онлайн, чтобы разрешить эти вопросы по дозированию отдельных препаратов у новорожденных. Да, я просто хочу сразу оговорить, что мы в таком, ну, относительном начале пути, потому что понятно, что пациентов не так много, и рабочих рук не так много, и прибор, хроматограф один, его возможности ограничены. Но, тем не менее, мы это делаем. Все, хорошо, буду с вами контактировать по поводу декабря и дозирования в этом году пациентов. Ну что, Сергей Константинович, заканчиваем сегодня? Да, я думаю, что мы вполне были информативны, полезны. Очень надеюсь, коллеги, что вы не жалеете о потраченном времени и будете о чем-то вспоминать, о чем мы говорили сегодня, когда приступите к непосредственному выполнению своих функциональных обязанностей. Всем удачи! Большое спасибо, Сергей Инсалинович, спасибо Марине Владимировне, что хоть неочно, да, то есть, но виртуально она с нами сегодня присутствовала, и лекция была очень методичная. Ну, конечно, спасибо нашим слушателям, которые были с нами, и ждем вас на следующей неделе. Всем спасибо, всем хорошего вечера, до свидания. До свидания, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok